денис приветствую тебя всем привет торговая сессия среды не оговорился обычно мы с тобой в эфир ходим в четверг но я думаю что немножко расписание переиграем и если ты и последующей неделе тоже сможешь выходить в эфир в среду будет неплохо ну это опять же обсудим с тобой еще кулуар думаю это кстати очень правильно потому что середина недели как раз часто такие переломные моменты мне кажется это даже будет полезнее чем в четверг отлично ну тогда найдем плюсы и в этом и разумеется все это делается для наших подписчиков и для тех кто следит за нашим совместным контентом ну что денис сегодня мы разбираем рынок прямо после выхода наверное самого важного отчета этой недели данных по инфляции вчера 300 гремел по сути как и я прогнозировал что будут непременно сюрпризы как это было еще по итогам публикации январьских данных по инфляции по факту так оно и оказалось индекс потребительских цен сша как вы все наверняка друзья знаете совершенно не снизился а напротив даже в годовом выражении вырос на 3,2 процентов с 3,1 да и в месячном выражении тоже был зафиксирован прирост на 0,4 процента не только на основном индексе потребительских цен но еще и базовой инфляции поэтому возвращаясь именно к идее того как ко всему этому будет адаптироваться американский регулятор нужно конечно же понимать что фундаментально признаки усиления инфляционного давления это по сути знак равно того чтобы фрс сохранял ровным счетом ту политику которую он проводит уже много-много месяцев это политика высоких процентных ставок удержание ставки на уровне 5 5 процентов и постоянное откладывание вот этого решения которое так ждут все продавцы доллара когда же фрс начнет снижать процентную ставку потому что в этом случае доллар камнем полетит вниз и на этом у нас заработать но я думаю что еще много воды утечет прежде чем фрс примет это решение потому что даже сейчас оценивая перспективы изменения ставки заглядывая на несколько заселений вперед благо нам позволяет это сделать инструмент fad watch tool мартовское заседание июньское заседание июльское заседание там можно оценить как рынок оценивает вероятность снижения ставки и после выхода данных по инфляции собственно как и до выхода отчета я думаю что такой консенсус прогноз будет предполагать что наверное до июля ничего не изменится до июля я не говорился то есть есть еще много месяцев впереди когда конечно же мы будем анализировать статистику тем более что сам американский регулятор сказал что он тоже будет анализировать статистику потому что от этого на зависит то решение которое принимается но пока есть то что есть я предлагаю сегодня рассмотреть скажем так привычный набор инструментов для нашего эфира но мы затрагиваем с собой прям самые топовые инструменты разных сегментов для того чтобы в целом было такое обширное видение того что на рынке происходит сегодня можем поговорить про евро еще про один мажорный риск форкс британскую валюту учитывая что очень много отчетов на этой неделе можем затронуть золото нефти как такой набор инструментов нормальный дейс отлично давай тогда с меня с демонстрации экрана ну что первый актив который буквально пару слов это индекс доллара который является наполагающим наверное в фундаментальном анализе оценки движения рисковых инструментов текущей котировки 102.90 мы видим то что индекс доллара восстанавливается с начала недели понедельник этот рост был обусловлен ожиданиями того что что-то интересное может по факту выхода данных по инфляции сейчас уже сейчас уже мы видим то что у этих ожиданий есть конкретные уже были правильные предпосылки и по факту как я уже разобрал те релизы которые вышли все это тот новостной фон который на мой взгляд это субъективное видение но с опорой на фундаментально сохранить покупателей на рынке и чем дольше фрс будет откладывать решение по снижению ставки или скажу так чем больше будет отчетов которые поддерживают идею того чтобы фрс не торопился тем наверное устойчивее будет вот это среднесрочное ради и покупатели будут сопротивляться каждой попытке продавцов перехватить инициативу я оптимист в отношении индекса доллара и считаю что придет время когда доллар нужно будет шортить мы к этому подготовимся пособимся с учетом предстоящего изменения монетарной политики но это не сейчас я почти уверен то что индекс доллара в ближайшие торговые сессии снова выкупят и вернут в район там 104 и выше собственно это буду ждать кстати завтра еще блок статистики по штатам будем анализировать данные по индексу цен производителей промышленной инфляции первичной заявки на пособие по безработице эта статистика тоже может показать дополнительную поддержку доллару так что касается рисковых инструментов но понятно что в отношении евро если дана рекомендация по покупке доллара должно быть абсолютно другое видение противоположным потому что рост доллара всегда приводит к снижению курса европейской валюты учитывая очень тесную корреляцию между этими активами сегодня буквально прям уже скоро выйдет отчет по промышленному производству в еврозоне очень скоро прогнозы так себе это мягко говоря в годовом выражении промышленное производство еврозоны ждать снижение на 2,9 процента в месячном на полтора процента это в принципе логичное продолжение всех тех отчетов активности производственного сектора который мы разбирали ранее вчера вышел отчет по инфляции в германии снижение с 2,9 до 2,5 процентов и я снова подчеркиваю что чем больше будет признаков снижения инфляционного давления в еврозоне тем быстрее cb пойдет на смягчение экономической политики и полагаю то что вот этот вот коридор в котором сейчас находится пара евро доллар до отметки 1 10 если будет локальный какогосрочный рост это идеальная зона для того чтобы открывать долгосрочные шарты и ожидать значительного снижения евро уже ближайшие торговые сессии что касается британской валюты 1 2793 округлим до отметки 128 по британцу у меня есть еще как бы оптимистичные ожидания и я допускаю то что вот сегодня завтра до конца этой недели пара фунт доллар может попробовать вернуться в район отметки 1 2850 и выше данные по рынку труда которые вышли накануне они несколько разочаровали потому что нам было зафиксировано снижение средних показателей заработных плат но напомню что все равно зарплата в англии темпы роста остаются самыми высокими среди разных стран также как и показатели для общих показателей линдекса потребительских цен когда министр финансов по джереми хан на прошлой неделе представил федеральный бюджет он помимо множественных субсидий дотации форм поддержки для бизнеса населения также позволил себе прокомментировать политику банк англии сделав акцент на то что есть банк англии установка бороться с инфляцией и это будет означать то что банк англии отложит снижение ставки вообще до конца года то есть я думаю что банк англии может теоретически оказаться последним регулятором который пойдет на смягчение политики это тоже нужно недооценивать не нужно оценивать фунт на этом фоне может легко даже в рамках одной торговой сессии показать мощные движения сегодня вышел отчет по ввп соответствии с прогнозом хорошие цифры рост на 0,2 процента это по моему январьская статистика например в декабре был спад на 0,1 процента то есть фундаментальные основания для роста и ими нужно использовать пользоваться тем более что вот сейчас четырехчасовой таймфрейм мы видим то что покупатели реально сопротивляются так а по золоту 2159 долларов за трость функцию сейчас у нас следующая картина потенциальный рост доллара повышение доходности американских облигаций после выхода вчерашних данных по индексу потребительских цен и есть риск для развития исходящей динамики но учитывая как высоко золото забралось на прошлой неделе и обновил исторические максимумы я рекомендую вообще сейчас золото не трогать исходя из того что если трейдеров напугают какие-то отчеты какой-то новостной фонд коррекция может быть прям значительно только вчера например золото провалилось на 30 долларов и ничего не стоит дальше развить вот эту нисходящую динамику поэтому чтобы не оказаться в очень волатильном инструменте с неправильной позиции лучше посмотреть затем как доллар покажет себя на этой неделе уже принимать решение на следующий я предлагаю пример рассмотреть золото на нашем с тобой следующем эфире где наверное будет уже более конкретная торговая рекомендация и что касается рынка нефти здесь я по-прежнему скептик 8219 текущей котировки бренд шарчу ожидаю сегодня данные по запасам нефти сша которые думаю что снова вырастут и потенциально могут придавить позиции нефти и опять же верь в то что рост доллара будет причиной снижения стоимости сырьевых инструментов но в данном случае и нефтянки тоже так денис на этом слово передаю тебе так отлично мне тоже есть что сказать единственное вот сегодня я не со всеми инструментами согласен лишь с некоторыми значит по поводу индекса доллара здесь я допускаю локальный рост но считаю что он будет не более чем коррекционным дело в том что у меня есть очень сильные это технической точки зрения потом я их покажу эквивалентно на евро там более комплексно обоснованным в общем по индексу доллара есть две классические зоны продавцов то есть вот она 103 15 103 35 и чуть повыше от 103 60 103 90 верхняя пожалуй это как альтернативный сценарий на всякий случай пусть будет приоритетный сценарий у меня все-таки в снижении данного инструмента почему потому что у нас опять-таки с технической точки зрения смотреть цена подошла к очень сильному сопротивлению с этой стороны фактически подобные диапазоны когда видят с обеих сторон а здесь как раз вот раз был с противоположной стороны здесь вверху раз здесь с противоположной стороны и при падении вниз мы подошли вот к области хорошего накопления вот данное сделано накопление возврат вверх так как с учетом у нас полного перекрытия сегмента вниз сейчас на четырехчасовом графике то здесь наиболее приоритетный вариант это то что будет у нас как раз таки именно снижение продолжение дальнейшего снижения единственное что я допускаю возможно возможно попытаются там как-то сделать замануху немножко пройти повыше но это никак абсолютно не повлияет на конечный результат и все равно движение вниз у нас будет приоритетом причем вплоть до уровня в районе 101 50 в связи с этим если просматривать сейчас в разрезе евро то по евро у нас заливает просто сумасшедшие хеджи в том что у нас очень важна эта неделя не с позиции новостей с позиции того что у нас экспирационная неделя по валютным фичам то есть квартальные валютные фичерсы у нас экспирироваться будут в пятницу понедельник может полноценно торгуем новый июньский контракт и соответственно сейчас происходит ролловер переливка объемов с одного контракта на другой и также очень часто это сопровождается хеджирование позиции по по поводу хеджа позиции здесь у нас очень крупный голый опцион который залит был еще на 1 08 60 с экспирацией в апреле в начале апреля и плюс еще отдельно вот заготовки точнее заготовки заливки по также месячному опциону причем очень агрессивно сделано поэтому я считаю что даже если здесь смогут хотелось бы конечно то если смогут откорректироваться ниже то как раз где-то вот от нижней границы канала либо от вот этой вот зонки покупатель это самые идеальные покупки вот в район 1 10 вот поэтому я не вижу здесь причин по которым евро не смогут стопорнуть в плане продолжения роста у нас очень крупные объемы вот мы прекрасно видим объемы всего контракта они перекрыты все вверх да тут был еще вот и проталкивающая локальная кульминация была на часовом графике но основные все объемы причем даже по распределению футпринта видно что они были проталкивающие вверх вот в том числе такой достаточно мощный объем который очень красиво в дальнейшем отработался поэтому я честно в плане шорта я не вижу на чем здесь можно будет продавать учитывая то что у нас внизу еще вот такое есть достаточно сильное накопление вот поэтому здесь исключительно за продолжение покупок и причем даже приблизительно видно куда то есть один там 1020 один 1035 то есть приблизительно вот в этот диапазон конечно там же будем уточнять в дальнейшем когда цена вот туда подойдет единственная здесь я не исключаю попытку из текущих но для текущих как по мне маловато коррекция была то есть ну она не такая уж и большая тут 80 пунктов но для входа здесь пока условия слабенькие и вчера кстати говоря на вот этом проливе вниз здесь была вне биржевая очень крупная сделка по фичам на покупку залито вот так что счетом всех этих факторов очень бы хотелось домой вниз если его получим то я буду исключительно только покупки смотреть по поводу фунта по фунту здесь еще в пятницу у нас появился хороший хорошая кульминация она была видна на более младших таймах либо внутренний перекос четырехчасового графика который верху значит сделали коррекцию вниз вчера точно также была залита очень крупная в ней биржевая сделка на покупку фича но единственное что по евро что по фунту вот это вне биржевая сделка это по текущему фьючерство что очень любопытно потому что обычно такие сделки заливают с более дальней экспирации то есть по июньским фичам здесь залили по мартовскому фичу и немного ниже находится 1 2 маржи поддержки плюс небольшой такой относительно небольшой хедж это голый опцион и также здесь еще локальный уровень поддержки и зона покупателя в общем все это вместе вот так вот в едином синтезе у нас формирует вот такую классную зону единственное что до нее видно там чуть-чуть цена еще не добила я не знаю буду до него добивать или нет то есть заранее это к сожалению не известно но если если добой будет то с этого диапазона буду сделки смотреть как минимум на ретест максимум вот здесь половину продаж как раз уже закрывал и еще половину сопровождаем на случай если добой сделают полным здесь отмена это будет пожалуй формирование зоны покупателя ее подтверждение в виде закрепления повыше тогда уже придется остаток закрывать там небольшую прибыль но это лучше чем чем ничего поэтому вверху там я не могу сказать что есть прям какие-то крупные заготовки для роста но максимум это до 1.30 это вот прям потолок но пока что я туда не целюсь пока что я целюсь чисто на обновление максимума и там в процессе уже не буду смотреть потому что здесь по опционам тоже очень неплохой хэш залит у нас что касается золото значит по золоту на прошлой неделе было очень любопытно сделан комбинация сейчас ее покажу значит есть вот такая свеча это четырех часов на на часовом графике даже лучше будет видно чтобы сразу было понятно о чем речь во первых здесь золото конечно да проперли вверх блин основательно реально основательно у меня были еще и продажи вот с этих объемов здесь жесточайшие были огромнейшие объемы такие очень редко пробиваются но здесь все-таки смогли его протолкнуть выше и соответственно потом я больше не скажу что это на спекуляциях уже дотолкали цену и вверху у нас здесь сделали очень неплохую повторную кульминацию если рассмотреть футпринту у нас вот прям видно раз два три четыре пять пять очень крупных вкраплений по битам то есть это фиксации покупок были у нас плюс небольшое накопление рыночных продаж то есть нельзя говорить о том что это прям очень крупный объем зашел нет это скорее именно фиксации фиксации дают нам либо остановку движения передышку и продолжение роста либо они дают коррекцию то есть в данном случае уже видим 1 2 маржа подошли но более сильная область поддержки эта зона покупатель находится у нас чуть пониже поэтому в идеале добить вот сюда пониже к этой зоне и пойти снова на ретест вверх по опционам там вверху залита вплоть до уровня 2300 вот прям туда выше там уже практически ничего нет там блочные конструкции не так интересно нам вот но в целом до 2300 там действительно есть потенциал именно по этой причине я пока с глубокими продажами сильно не заморачиваюсь в плане того что если пробили вот такой объем и ушли вверх то попутно чтобы такие крупные точные объемы здесь практически не было таких условий сделано вот в чем заключается нюанс вот поэтому где здесь просто жду пока дадут нам что-то более-менее такое адекватное для продолжения роста так и что касается нефти вот по нефти с тобой согласен в плане продаж и продажи действительно здесь держу прошлой покупки наконец-то блин я задолбался честно их держать и их долго и нудно начиная еще со 2 февраля и вплоть до 1 марта то есть месяц месяц продержал там попутно кусочки закрываю финальный уже закрыл на 80 50 потому что у меня был тейк на 81 думал туда и мы домой сделаю там самая большая зона интереса у опционов находилась но чуть-чуть не дошли там начали заливать внутренние объемы поэтому плюну хватит месяца достаточно но и потом когда при коррекции вниз начали опять появляются откупы то эти откупы не давали перехайвать эта штука мне не очень нравится обычно когда они дают перехай и крупные объемы все равно проталкиваются вниз хотя объемы были кстати покупателей это чисто вот покупные объемы отсюда раз и вот отсюда два и они не дали нужного результата на проталкивание вверх вместо этого цена даже на меньших объемах закрепилась ниже вот эта штука меня обычно смущает в плане дальнейших покупок и здесь вот диапазон был 78 с половиной 79 это нефть марки vti здесь как раз вот как область сопротивления плюс перекрытие локального сегмента тоже в ней сделано поэтому я лично здесь за продолжение продаж вот вплоть до уровня 74 то есть до контрольной маржи и предыдущей области накопления еще с прошлых фьючерсных контрактов то есть приблизительно вот сюда по аналогии как было сделано кстати говоря вот здесь примерно та же самая амплитудность я думаю могут нам и вот здесь вот тоже сделать плюс ко всему здесь еще нижняя граница восходящего канала видно как он построен до верхней границы тут вот немножко не дошли до нижней границы здесь еще подпирает вот очень хорошо видны вот эти вот круги оранжевые это в основном это опционные конструкции есть некоторые там и голые опционы с серой обводкой но в основном это именно конструкция поэтому здесь будут однозначно хеджировать и откупать фьючом а там уже будем смотреть насколько сильный это будет откуп фьючом возможно буду переворачиваться но пока что и с учетом того что я читал предварительно аналитику что ожидает именно роста запасов нефти в сша то я все-таки склоняюсь к варианту падения поэтому тут полностью с тобой солидарен денис спасибо тебе за развернутый комментарий по тому списку который мы с тобой наметили ну что давай тогда следить за тем как поведет себе рынок я надеюсь то что те инструменты по крайней мере в которую которые мы с тобой обозначили похожие ожидания и тенденции они точно полуперем десятку и мы сможем сказать что в этот раз техника и фундамент до синергии дала очень хорошую подсказку для тем кто искал эти возможности впереди еще раз напомню завтра будет еще серия отчетов из сша тоже добавят эту волатильности на рынке и усилится динамику поэтому расслабляться рано да и сейчас время такое что меняется политика американского регулятора или по крайней мере формируются предпосылки для этого ну и на рынке появляется такое количество интересных трендов и тенденций спасибо тебе денис за то что подключился хорошего тебе закрытия недели и классных выходных к тебе и нашим подписчикам спасибо тебе нашим подписчикам желаю хорошего продолжения недели а то до закрытия нам еще все-таки практически ну согласен далее поэтому да нужно привыкать что по этим посредом поэтому будем желать продолжение недели успешно когда пришла неделя прошла но для трейдеров это такси ну да среда это как маленькая пятница а пятница это как маленькая суббота это да до встречи всем всем успехов до встречи